Пытались по камерам смотреть, но где-то ночью мальчишки в капюшонах лиц не видно. На видеозаписи с камер слежения действительно невозможно не только разглядеть лица молодых людей, но и определить их действия. Проще говоря, неизвестно оставляют ребята под дворниками машин записки с угрозами или, к примеру, рекламные буклеты о доставке пиццы. Правда, стоит отметить, что видео снято именно накануне обнаружения злополучных записок и около трех часов ночи. Не очень подходящее время для распространения рекламы, зато для противоправных действий самое то. Получили вот такие вот записочки с угрозами, что нужно оплатить на номер счета такой-то. С моей машины что-то сделают, какие-то вероломные действия. Если я не переведу на карточку КИИ, или там счет был указан 500 рублей. Мы обращались к участковому. Участковый посоветовал всем пойти и написать заявление. По данному факту, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». В общей сложности в отдел полиции Горки обратились более 20 человек, получивших записки с угрозами одного и того же содержания. «Здравствуй, мой дорогой друг. Я хочу сообщить тебе, что твоему автомобилю осталось жить совсем недолго, так как в ближайшее время мы его разобьем. Если хочешь, чтобы твой авто остался целый, невредим, переведи в течение суток 500 рублей на номер карты. Хорошего дня». Неизвестные рэкетиры успели обойти целый ряд дворов по улицам Мавлютова и Парина. «Стоит отметить, что злоумышленники особой избирательностью не отличались. Записки с угрозами получили как владельцы элитных иномарок, так и простых отечественных авто. Пока неизвестно, поддался ли кто-нибудь на угрозы и перечислил ли заветную сумму. Зато известно другое. Один из потерпевших, получивших записку, через интернет вычислил банк, которому принадлежит карта, и заблокировал счет. Остановит это мошенников или, напротив, заставит действовать более агрессивно, покажет время.